Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал о записке гастарбайтера. В данный момент я нахожусь в Корее, в Сеуле и хочу сделать небольшой рум-тур по комнате, которую я снял. А не обращайте внимания на название, это просто кликбейт. Я в Корее здесь где-то на срок около недели, связано это немножко с работой, немножко с моими личными делами. В общем, надеюсь вам понравится данное видео. Начнем как обычно со дворика. Кстати, довольно-таки характерная вещь для Кореи и также в последнее время постепенно входит в моду в Китае. Вот такие кодовые замки. Они довольно-таки удобны, особенно если вы снимаете жилье через какой-либо сервис вроде Airbnb. Сама же квартира представляет себе вот такое вот место. Мне повезло и я снял со всеми удобствами. Есть чайник, есть плитка, есть кухонька маленькая. Есть микроволновка с холодильником. И также есть основная комната. Есть рабочее место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основная вещь, которая мне нравится в корейских домах, а также в корейских квартирах, это то, что здесь есть полы с подогревом. Это очень и очень удобно. Вообще в Корее основное отопление происходит через полы. Обычно это либо газовая система, иногда электрическая. Зимой в Корее бывает довольно-таки холодно, достигает температура до минус 20 градусов, что при местной влажности ощущается довольно-таки сильно. Но в квартирах, так же как у нас, очень уютно и тепло, в отличие от квартиры в том же Гуанчжоу. И из других же вещей, которые здесь довольно-таки приятны, это то, что в корейских квартирах почти всегда чисто. Здесь не принято ходить в обуви в квартире, что так же иногда в Китае меня вымораживало периодически. Но во всем остальном, как бы, это уютные чистые квартиры. Даже если вы снимаете с чертской сервис как Airbnb и прочее, блин. Такое ощущение, что я сейчас рекламную Airbnb. Ну, естественно, для меня это временное жилье, где-то на срок около недели. Что я могу сказать? Но пообщавшись с ребятами, которые здесь живут, работают, они сказали, что в среднем в месяц с декабря по февраль ценник на отопление увеличивается в 10 раз. То есть, получается, если в обычные месяцы они за газ платили 10-20 долларов, то, соответственно, в зимние месяцы, это с декабря по февраль, стоимость счетов увеличивается в 10 раз. И получается, вместо 20-30 долларов, 10-20-30, они платят 100, 200, 300 долларов. Что довольно-таки существенно. Даже несмотря на то, что ребята-гастарбайтеры зарабатывают здесь по 2-3 тысячи долларов на относительно непыльных работенках. Ну, как непыльных. Работа в основном физическая. Но все равно, как бы, они могут позволить себе откладывать около 1000 долларов в месяц. Все довольно-таки неплохо. Большая часть, естественно, ребят, которые здесь работают, это выходцы из Средней Азии, выходцы из Бурятии, Якутии, то есть люди с азиатской внешностью. Но также очень много этнических корейцев. То есть, вроде Кости Пак, Анны Пак. Потому что этнические корейцы имеют право получить рабочую визу без особых проблем в Корею. Кстати говоря, о русских Корее. Русских Кореи очень и очень много. И это не только выходцы из Средней Азии, этнические корейцы, но и также наши специалисты, которые сюда приезжают. Кроме того, здесь очень-очень много китайцев. И это, опять-таки, не только этнические корейцы из Китая, но также это китайцы, которые приезжают сюда на заработки. И, кроме того, здесь очень-очень много богатых китайцев, которые приезжают и скупают здесь недвижимость. То есть, грубо говоря, китайцы скупают недвижимость не только у нас, но и они скупают по всему миру. И, насколько я слышал и знаю, в Австралии китайцам запретили скупать недвижимость. Это связано с тем, что как только китайцам какое-то место понравится, они там начинают скупать все в диких масштабах. И, соответственно, цены там взлетают до небес. И местному населению это совершенно не нравится. Я помню, что в 2010-2012 году в той же Австралии было очень много проблем со стороны Сиднея, что там, грубо говоря, зарождался расизм в сторону азиатов. И в первую очередь это связано с китайцами, потому что они скупали недвижимость, они делали невозможным для местных купить квартиру просто потому, что это нереально, когда цена в один миг слетает до небес. Такая же ситуация, кстати, в данный момент в Новой Зеландии. Очень много китайцев скупило там недвижимость. И есть у меня один знакомый, который поехал в Новую Зеландию, чтобы жить, но в итоге уехал оттуда просто потому, что там было очень-очень много китайцев, а человек очень долгое время прожил в Китае и уже немножко негативно к китайцам относился. Вообще, когда я проходил границу, передо мной было очень-очень много китайцев. Хоть и говорят то, что какие-то напряженные отношения между Кореей и Китаем, но я не знаю почему, но мне кажется, что в Китае в ближайшее время станет намного ближе к Корее. Я имею в виду по менталитету людей, по уровню воспитания, по многому. То есть всё идёт к тому. И также в плане законов. То есть потихоньку всё идёт так, что Китай развивается очень-очень-очень быстро. И я думаю, что, наверное, в течение ближайших 10 лет Китай и Корея не сравнятся по уровню жизни для местного населения. Ну, естественно, в Китае, несмотря на этот рост, пока остаётся ряд проблем. Я, скорее всего, сделаю несколько видео на эту тему. Точнее, у меня уже лежат материалы по данному видео. И надеюсь, что я всё-таки его смогу закончить, потому что делаю я его ещё с августа. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Оно сделано спонтанно. Я просто озвучил какие-то свои мысли. Я не знаю, есть ли у них какой-то смысл. Но сейчас, пока я нахожусь здесь, в Сеуле, у меня мысли немножечко проясняются. И как-то от хаоса, от шума вокруг мозг отдыхает. И вообще, очень приятно видеть голубое небо, когда просто идёшь и когда на тебя здание тупо не давит. А, к сожалению, в Китае есть такой момент, что здание на тебя просто давит и немножко тяжело. Опять-таки, это особенность только больших городов, такие как Гонжоу, Шинчжэнь, Шанхай. В Пекине уже меньше ощущается это давление. Кстати, я, возможно, скоро буду в Пекине. В Пекине, кстати, мне очень-очень нравится вот именно запах угля. Я не знаю, почему не все этот запах воспринимают. Очень многим этот запах не нравится, но для меня это запах угля, запах, я не знаю, юности. Потому что, когда я жил в Монголии, там отопление преимущественно с помощью угля осуществлялось. И такой запах постоянно летал. Это, наверное, такое ощущение, что молодость, самые веселые дни. А я не знаю, что еще сказать. Ну, в общем, надеюсь, данное видео вам понравилось. Всем спасибо, пока. Если есть вопросы, то оставляйте в комментариях. Если не подписаны, подписывайтесь. В общем, всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok